Так лучше? У вас есть возможность писать в нижней строчке. Пожалуйста, сигнализируйте, что вы меня слышите. Судя по всему, никто ничего не слышит. Алексей Евгеньевич, проверьте, пожалуйста, слышимость. Так, отлично, вижу, что все хорошо. Все отлично, давайте тогда начнем. Но вот вы знаете, что сейчас объявлен конкурс проектов социально ориентированных НКО. Это распределение федеральной субсидии, которую получила наша область. Я надеюсь, что большинство из вас уже было на семинаре, который мы активно проводим по всей области. Семинар ведет Татьяна Калинчук. Но в то же время, в связи с изменением формы заявки, мы слышали просьбы о том, что нужно провести отдельный семинар по тому, как подготовить заявку на конкурс проектов. И по вашей просьбе мы такой семинар подготовили. Сегодня я расскажу только о том, как готовить заявку на конкурс проектов. То есть только как заполнять те самые формы, из которых на сегодняшний день состоит заявка. И у вас есть возможность, если будут вопросы, эти вопросы задавать. Я их буду видеть, к сожалению, только в написанном виде. Потому что общий голосовой чат мы не подключали, иначе очень подвисает связь. Кроме того, наш сегодняшний вебинар записывается и будет размещен на сайте Центра Гарант. И, соответственно, если вы знаете, что кто-то из ваших коллег не смог сегодня подсоединиться и посмотреть этот вебинар, то он сможет это сделать прямо с нашего сайта в записи. И таким образом, я думаю, что это поможет вам облегчить ту самую подготовку заявок на конкурс. Сейчас, извините, отключу звук телефона. Ну что, давайте начнем. Сначала несколько... Надеюсь, что презентацию тоже всем видно. Если есть какие-то проблемы с видимостью презентации или со слышимостью, пожалуйста, сразу пишите. Алексей Евгеньевич отслеживает ваши записи. И, соответственно, мы сразу попытаемся исправить, если будут какие-то технические накладки. Значит, несколько слов о самом конкурсе. И проводит его Министерство по развитию местного самоуправления Архангельской области. Центр Гарант является администратором этого конкурса. Мы уполномоченная организация. Поэтому все вопросы, связанные с подачей заявки на конкурс, с консультированием, с получением каких-то пояснений, все нужно адресовать к нам в Центр Гарант. И заявки тоже предоставляются к нам в Центр Гарант. Само Министерство по развитию местного самоуправления консультированием на данный конкурс не занимается. Поэтому, значит, если есть какие-то вопросы, то обращайтесь к нам. На экране вы видите приоритетные направления. Эти приоритетные направления, по этим приоритетным направлениям вы выбираете и готовите свою заявку. Это касается содержательной части проекта. О нем я сегодня говорить не буду и останавливаться на этом не буду. Я только скажу, что если у вас есть вопросы по содержательной части проекта, то вы можете еще попасть на семинары и вы можете прийти на индивидуальные консультации или получить консультацию по телефону касаемо именно содержательной части проекта у координатора конкурса Татьяны Калинчук. Заостряю ваше внимание, что субсидия в этот раз два размера имеет. Победитель конкурса, который работает меньше одного года, зарегистрированная организация недавно, не имеет еще года деятельности, может запросить до 100 тысяч рублей, а та организация, которая работает свыше одного года, может запросить на свой проект до 500 тысяч рублей. Сразу заостряю ваше внимание, что нет необходимости дотягивать бюджет до этой суммы. Вы имеете право запрашивать ту сумму, которая вам необходима на реализацию проекта. То есть если на реализацию проекта вам, например, надо всего 350 тысяч, не пытайтесь раздуть бюджет до 500. Это очень видно, очень негативно всегда воспринимается экспертами, поэтому запрашивайте ровно столько, сколько вам нужно. Та самая поговорка «больше попросишь, больше дадут» в данном случае не работает. В данном случае может сработать ситуация «попросишь больше, чем нужно», могут не дать совсем ничего. Поэтому, пожалуйста, при расчете бюджета относитесь к этому очень критично. Вы на экране видите адрес, по которому должна быть представлена заявка. «Последний срок предоставления заявки – 21 октября 2013 года». Обращаю ваше внимание на то, что если вы находитесь в области и отправляете заявку по почте, а не приносите ее лично, то 21 октября – это должен быть последний срок, в который заявка должна быть доставлена к нам в офис, а не дата на штемпеле. То есть, если вы принесете на почту вашу заявочку 21 октября, то она опоздает к крайнему сроку приема заявки. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Каждый раз у нас проблемы с тем, что заявки не успевают в срок. На предыдущем конкурсе, который был весной этого года, все заявки, которые поступили после положенного срока, по техническим причинам были отклонены. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, не делайте этой ошибки, приносите заранее. Заявка на участие в конкурсе должна предоставляться строго по утвержденной форме. Никаких отклонений быть не может. Если вы подготовите заявку в какой-то другой форме, то она не будет допущена к конкурсу. И еще одна вещь, на которую надо обратить внимание. Вы должны принести один печатный экземпляр и всю полную заявку на электронном носителе. Электронный носитель может быть любой. Вы можете принести ее на диске, на CD-диске, либо вы можете принести ее на флешке. Флешку не обязательно нам оставлять, она будет прямо при вас с флешки снята на компьютер, и флешку мы вам вернем. Но вы должны помнить о том, что заявочка должна быть в распечатанном виде и обязательно в электронном виде. В противном случае вы нарушите условия конкурса. Сразу же могу сказать, что на это обычно не обращают внимания. Но даже если вы подали заявку, допустим, за неделю до окончания срока, и вдруг потом приняли решение внести в нее какие-то изменения, вы можете это сделать. До момента окончания приема заявок любые изменения у вас будут приняты. Вы также можете отозвать заявку, если вы ее подали на конкурс и вдруг передумали, вы можете направить заявление на отзыв заявки. Надеюсь, этого делать никому не придется. Еще раз обращаю ваше внимание, что для участия в конкурсе вы должны предоставить заявление на участие в конкурсе и все сопровождающие документы. И вот теперь переходим конкретно к документации, которая имеет необходимость поговорить. Итак, для того, чтобы участвовать в конкурсе, вы должны предоставить заявку, которая состоит из следующих документов. Первое – это заявление на участие в конкурсе. Этот файл так и называется – заявление. В этом заявлении фактически вы обосновываете свое желание участвовать в конкурсе. В этом заявлении первой графой является регистрационный номер заявки и дата получения, которую мы заполняем. А дальше вы отмечаете приоритетное направление конкурса, указываете наименование проекта и указываете тот размер субсидий, который вы запрашиваете. То есть в этом заявлении фактически информация о том, какой проект вы подаете, на какое направление и сколько денег вы на него просите. Обратите, пожалуйста, внимание, что заявление, я об этом еще неоднократно скажу, что заявление должно быть подписано руководителем организации, руководителем проекта, и на нем должна стоять печать. Следующий документ, который предоставляется в дополнение к заявлению – это информация заявителя, то есть информация о вашей организации. И этот документ называется приложение номер один к заявлению. Я надеюсь, у вас сейчас перед вами лежат распечатанные формы заявки. которые можно было снять с нашего сайта. Вот если они у вас лежат, то найдите, пожалуйста, это приложение, чтобы вы его зафиксировали. Это приложение номер один к заявлению. Там в правом верхнем углу написано приложение номер один к заявлению. И называется этот документ информация о заявителе. Следующий документ, который должен быть, это приложение номер два к заявлению. Это паспорт проекта. Это вот такой горизонтальный документ, который называется паспорт проекта. Это приложение номер два к заявлению. И приложение номер три к заявлению – это уже конкретно сам проект, в котором подробно описывается все, что вы собираетесь делать. Есть календарный план и бюджет. Я еще раз подробно сейчас на всех этих документах остановлюсь. Кроме этих четырех основных документов – заявления, информация о заявителе, паспорт проекта и сам проект – вы должны представить сопровождающие документы, которые обосновывают вашу организацию, подтверждают, что она существует и действует именно в этом направлении. Вы должны предоставить копию устава, вы должны предоставить оригинал, обратите внимание, не копию, а оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. И эта выписка должна быть выдана не раньше, чем за полгода до окончания приема заявок на участие в конкурсе. Значит, если у нас с вами 21 октября принимается заявка, значит, не позднее, чем 21 апреля должна быть датирована ваша выписка из Единого государственного реестра. Если у вас такой свежей выписки нет, вам надо сейчас обратиться в налоговую инспекцию и там запросить эту выписку. Срок изготовления выписки – 5 дней, если вы получаете ее бесплатно. И если вдруг вы забудете и будете обращаться за срочной выпиской, то на следующий день вам могут сделать выписку, но за это придется заплатить 500 рублей. Поэтому не тяните время, запрашивайте выписку сейчас. Дальше вы должны предоставить копию отчетности, которую вы предоставили в Министерство юстиции за предыдущий отчетный год. Если вашей организации меньше, чем год, у вас может не быть этой отчетности. Если вашей организации больше, чем год, то эта отчетность у вас должна быть обязательно. Вы предоставляете копию отчетности и предоставляете документ, подтверждающий, что у вас эта отчетность принята. То есть у вас должна быть такая справка, которую вам в Минюсте выдавали, что у вас отчет принят. Если вы ваш отчет размещали на сайте самостоятельно, у вас есть такое право размещать отчет на порталах Минюста самостоятельно и не издавать его в бумажном варианте, то в этом случае, пожалуйста, скачивайте его с сайта Минюста, там будет отметка, что он там размещен. Мы по этой отметке увидим, что это отчет, который предоставлен в Минюст. Следующий документ. Вы должны, обратите внимание, раньше он не запрашивался. Вы должны предоставить документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам бюджета всех уровней. Эту справку вам выдает налоговая инспекция. Вы должны написать заявление на выдачу этой справки и вы ее получаете в налоговом органе, где вы стоите на учете. Обратите внимание, что этот документ готовится долго, до 10 дней. Поэтому, если вы его еще не запросили, то, пожалуйста, нужно срочно запрашивать, иначе вы можете опоздать. Дальше документ, который подтверждает обязательства заявителя или его партнеров обеспечить софинансирование расходов. Вы, если уже смотрели форму заявки, то вы видели, что в форме заявки есть отдельная, в бюджете проекта, есть отдельная графа софинансирования. Это те средства, которые вы предоставляете в проект. И, кроме того, во всех документах и в заявлении, и в описании проекта, и в паспорте проекта вы указываете сумма общая стоимость проекта и сумма запрашиваемого финансирования. Так вот, на ту часть, которую вы показываете как софинансирование, вам необходимо предоставить подтверждающие обязательства. Например, если вы указываете, что в рамках проекта, например, аренду помещения для мероприятий вам предоставит школа, то представьте, пожалуйста, письмо от этой школы, что да, действительно, вы договорились, и они для ваших мероприятий предоставляют помещение бесплатно. Или, например, если вы показываете, что часть расходов будет оплачена в рамках вашего проекта какой-то бизнес-компанией, то, пожалуйста, предоставьте от нее справку или письмо о том, что да, мы подтверждаем, что готовы участвовать в реализации такого-то проекта и выделить на реализацию этого проекта такую-то сумму или выполнить безвозмездно такие-то работы. Если вы показываете, что это часть средств, которая будет предоставлена из средств вашей организации, значит, пожалуйста, подготовьте отдельное письмо за подписью руководителя организации, что я, директор такой-то, подтверждаю, что для реализации данного проекта будет выделен такой-то объем средств из собственных средств организации или из такого-то дополнительного проекта, который есть в организации. То есть, фактически, это не значит, что вы должны предоставить справку на каждую копейку показываемого софинансирования. Но вы знаете, что в критериях оценки заявки софинансирование дает дополнительные баллы заявки. И поэтому, если вы показываете, мы сталкивались уже с таким, что организация показывает, что у нее будет софинансирование, когда мы просим подтвердить документами это софинансирование, подтвердить его не может. Поэтому вот сейчас введен такой дополнительный документ, то есть вы гарантируете, что софинансирование будет, чтобы не оказалось после реализации проекта, что, ну вот, а у нас ничего не получилось, мы не отвечаем за это. Ну и, наконец, дополнительно вы можете предоставить любую другую информацию о своей деятельности, фотографии, статьи, какие-то дополнительные рекомендательные письма, все, что вам вы посчитаете нужным, что может усилить вашу заявку. Но, пожалуйста, помните о том, что никакие документы обратно, поданные на конкурс, обратно не возвращаются. Поэтому, если вы будете прикладывать, например, какие-то рекомендательные письма, благодарности, не прикладывайте оригиналы, делайте, пожалуйста, с них копию и их прикладывайте, чтобы потом не оказалось, что это у вас был единственный экземпляр этой благодарности, а вы ее отдали на конкурс. Нет, письма по задолженности от пенсионного фонда и фонда социального страхования не надо, только налоговая, там все будет видно у них, только из налоговой инспекции. Теперь давайте посмотрим, как подготовить, уже конкретно те документы, которые необходимо заполнить для того, чтобы у вас была заполнена сама заявка. Значит, пожалуйста. Итак, первое – это заявление на участие в конкурсе. Я сюда к презентации не стала прикреплять все документы, я думаю, что вы уже все видели заявление, ничего сложного там в этом заявлении нет, но что важно и на что нужно обязательно обратить внимание. Помните, пожалуйста, что заявление должно быть подписано руководителем организации и руководителем проекта. Если руководитель организации и руководитель проекта одно и то же лицо, то тогда должна два раза стоять одна и та же подпись. И обязательно должна стоять печать организации. Этот документ должен быть в оригинале, не в копии, а именно в оригинале. Очень часто бывает, что нам приносят заявления, на которых не стоит подпись. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на это. Значит, следующее приложение к заявлению – информация о заявителе. Опять же, помните, что заявление должно быть подписано руководителем организации и заверено печатью. Заявление, вот приложение один к заявлению, информация о заявителе, она, это достаточно объемный документ, но он не содержит никаких разделов, в которых нужно было бы специально готовить информацию. То есть здесь в основном вся информация, которая касается деятельности вашей организации, я думаю, что она вами неоднократно для разных других конкурсов готовилась. Ее надо просто систематизировать и внести в документ. Значит, здесь есть разделы о полном и сокращенном наименовании вашей организации, организационно-правовой форме. Обратите внимание, что это то, что вы должны взять прямо из устава. У вас в уставе у всех есть полное наименование организации и сокращенное наименование. Организационно-правовая форма тоже прописана в уставе. Дальше вы впечатываете все реквизиты. И это ИНН, ИОГРН, АКПО, АКВЭДы, то есть все это есть в ваших документах. Юридический и фактический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта и адрес сайта в интернет. Дальше вам необходимо указать банковские реквизиты. Обратите, пожалуйста, внимание. Банковские реквизиты. Возьмите, пожалуйста, их лучше всего прямо из тех платежных документов, по которым к вам приходят платежи. Потому что именно отсюда, из этой информации, из этого приложения, будут взяты банковские реквизиты, если вы будете признаны победителем конкурса, и перенесены в ваш договор. И именно по ним пойдет вам платеж. Значит, очень часто бывает, что организации тяп-ляп заполняют этот раздел. В итоге здесь ошибка, неправильное название банка, не тот счет указан. Чаще всего ошибка именно в названии банка. И, соответственно, платеж уходит, платеж не поступает к заявителю, попадает в неопознанные платежи, возвращается. Все это затягивается время. Помните, пожалуйста, что ситуация – это федеральные средства. Они должны быть распределены в течение этого года. Из-за ошибки в реквизитах может оказаться, что деньги до вас не дойдут, вернутся обратно, год кончится, вы совсем их не получите. Поэтому обратите внимание на раздел 6, банковские реквизиты, очень внимательно. Прямо так, как у вас в платежных документах, так это все надо и заполнить. Дальше вы заполняете информацию на руководителей и главного бухгалтера, на учредителей. И, соответственно, дальше необходимо внести в этот документ информацию о материально-технических и информационных ресурсах организации. То есть здесь вы прописываете, есть ли у вас помещение, если есть, то в аренде оно в безвозмездном пользовании или в собственности у вас, какое у вас есть оборудование. Дальше издаете ли вы какие-то периодические издания, какое имущество еще у вас есть. Не забудьте, если у вас есть офисная техника, какие-то, допустим, разработанные программы и методики, все это сюда внести. И в пункте 17 вы прописываете основные сферы деятельности, ваши не более трех, именно те направления, которые для вашей организации являются ключевыми. Обратите, пожалуйста, внимание, что когда вы здесь прописываете сферы деятельности, очень желательно, чтобы хотя бы одна из сфер деятельности, которые вы здесь указываете, совпадала с тем направлением конкурса, который вы выбрали. Чтобы не получилось так, что здесь вы напишите, что вы занимаетесь социальной помощью, например, только, а в направлениях конкурсах выберите защиту прав. То есть у вас должно быть совпадение основных сфер деятельности с тем направлением проекта, ну или хотя бы близко они должны располагаться, с теми направлениями конкурса, которые вы выделяете. Обратите, пожалуйста, внимание, что в данном заявлении, в данной информации о заявителе также есть подробно, необходимо расписать географию вашей деятельности, то есть в каких территориях вы работаете. И если вы работаете, например, не только в Архангельске или не только в своем муниципальном образовании, но и в других муниципальных образованиях, обязательно это укажите. Это усилит опыт вашей организации. Кроме того, необходимо внести финансовую информацию. Это доходы организации за 2012 год и источники доходов, то есть из каких источников вы получали финансирование. Это вы можете взять из вашего отчета в Министерство юстиции, который вы подавали, там все эти данные есть. И в 27 пункте, обратите внимание, есть основные реализованные программы и проекты за последние три года. Здесь всего три строчки, но вы можете расширить этот документ и внести такое количество программ и проектов, которые вы считаете нужным. Обратите внимание на то, что мы не ставим цели, чтобы вы написали здесь все свои программы и проекты. Покажите, данный пункт необходим для того, чтобы эксперты убедились в вашем опыте. Поэтому покажите самые значимые программы и проекты. Особенно важно, чтобы вы показали то, что вы делали уже по той теме, по которой вы подаете, по тому направлению, по которому вы подаете проект. Ну и опять же не забудьте, что все должно быть подписано руководителем, вставлены фамилии, имя, отчество руководителя и обязательно поставлена дата. Есть какие-то вопросы по документу информации о заявителе? Если есть, пока далеко не ушли, пишите, я сразу на них отвечу. Значит, следующий документ это паспорт проекта. Это совсем новая форма, раньше мы никогда ее не составляли. И я понимаю, что многих именно эта форма испугала, и поэтому появился запрос на такого рода семинар. Значит, паспорт проекта это документ, который на самом деле, несмотря на свою внешнюю страшность, очень сильно облегчает жизнь как заявителю, так и эксперту. Это фактически логическая схема проекта, в которой содержится вся основная информация о проекте. Причем выстроенная в логической последовательности так, что ее можно буквально с одного взгляда оценить. Но поскольку это документ, который держит в себе всю информацию о проекте, то заполнять паспорт лучше всего после того, как прописан полный проект. Вы можете логическую схему, вот этот проект, этот паспорт в черновике заполнять сразу и даже, может быть, костяк проекта в нем набрасывать. Но окончательно в чистовую паспорт проекта надо заполнять после того, как будет прописан весь проект. Именно поэтому в семинарии я о том, как заполнять паспорт проекта, расскажу в самом конце. Ну и, наконец, приложение 3 к заявлению. Это сам проект. Обратите внимание, он состоит из трех документов. Само описание проекта в формате Word, календарный план и с метапроекта в формате Excel. Значит, все изменения, которые произошли, у нас и раньше был и календарный план, и с метапроекта. То есть, фактически, проект остался ровно в таком же виде, как он и был раньше. Описание, календарный план и с мета. Только раньше все эти документы заполнялись в Word-овском формате. Сейчас календарные планы с мета вынесены в Excel-овский формат. И это может, с одной стороны, немножко добавить сложности, когда это первый раз заполняется. С другой стороны, если понять, как это заполнять, то это, на мой взгляд, облегчит ситуацию. Но уж во всяком случае в смете прекратятся математические ошибки, которые бывают постоянно. Сейчас мы с вами начнем рассматривать с документа проект. То есть, мы начнем с вами рассматривать с четвертого пункта, приложение 3 к заявлению. А потом я расскажу, как заполнять приложение 2, то есть паспорт. Все пока понятно? Реакции нет? Буду надеяться, что понятно. Да, реакция есть. Спасибо. Значит, давайте посмотрим, из чего состоит проект. Проект, приложение 3. Я сюда вынесла только основные пункты, те 11 пунктов, которые есть в проекте. Если вы откроете сам документ, если он у вас перед глазами, то вы увидите, что там по каждому из пунктов есть прямо комментарии, что туда нужно писать. И это ничем не отличается от того, что мы раньше, значит, что было в формах раньше. Поэтому я не буду здесь подробно останавливаться, чтобы не повторяться. И на семинарах Татьяна все время именно по разделам проекта говорила. Я остановлюсь только на нескольких основных точках. Значит, ну, во-первых, обязательно все в электронном виде. Строго надо придерживаться заданного формата, не менять название разделов, да, и ничего не удалять. Потому что эксперты получат именно вот эту форму, и они будут проверять соответствие вашего проекта именно вот этим 11 пунктам. Значит, наименование проекта вы самостоятельно его определите. Да, обоснование актуальности и постановка проблемы. Здесь все понятно. Вы должны объяснить, почему этот проект надо реализовывать. Значит, цели задачи проекта. Здесь вы определяетесь, значит, какова основная цель вашего проекта и какие задачи вы будете решать в рамках этого проекта. Дальше вы описываете целевую группу, то есть на кого направлен проект. И обязательно обратите внимание на то, что в этом разделе должно быть написано, каким образом вы будете определять эту целевую группу, как вы будете отбирать участников проекта. Значит, чем точнее вы опишите, кто это, да, и какое количество вы планируете привлечь к проекту, тем сильнее будет ваш проект. Значит, продолжительность реализации проекта – это вы указываете в продолжительности тот срок, в течение которого вы будете делать проект, то есть сколько месяцев он будет продолжаться, когда он начнется и когда он завершится. Обратите, пожалуйста, внимание, что не надо ставить начало реализации проекта раньше, чем конец ноября, начало декабря, лучше начало декабря, потому что если учесть, что экспертный совет, второй экспертный совет будет в середине ноября, то заключение с вами договоров все равно раньше начала декабря не произойдет. И, соответственно, прав относить расходы по реализации проекта на проект, пока с вами не заключен договор, у вас не будет. Соответственно, лучше, если вы поставите старт начала проекта в декабре, и вы можете начать его и раньше, но при этом вы должны понимать, что в этом случае все расходы, которые будут произведены до момента заключения договора, они будут сделаны за ваш счет и могут быть показаны, как софинансировано. Дальше вы указываете географию деятельности по проекту. Обратите внимание на этот пункт, раньше его не было, раньше мы это прописывали прямо внутри деятельности, сейчас он вынесен отдельно. Если вы планируете, что проект будет идти не в одно, а в нескольких территориях, обязательно укажите это здесь. Укажите количество городских округов и муниципальных районах на территории, в которых будет реализовываться проект. И второй пункт – это городские округа и муниципальные районы, представители которых будут задействованы в проекте. В чем разница? Например, вы будете реализовывать проект только в Архангельске. То есть все основные мероприятия будут идти здесь. Но для части мероприятий, например, для семинаров, вы будете приглашать людей из других муниципальных образований. Вот значит ваш проект будет реализовываться только в Архангельске, вы поставите, что он реализуется в Архангельске. А вот количество участников, вот вы, например, из пяти муниципальных районов будете приглашать, вот вы укажете, что вы представители пяти муниципальных районов в проекте будут задействованы. Зачем нужно обратить внимание на этот проект? Значит, при оценке проекта, в том числе одним из критериев, будет охват благополучателей. И, соответственно, если ваш проект будет работать не только в одной территории, и охватывать несколько территорий, то он будет более сильным по сравнению с проектом, который будет работать на какой-то одной территории. Но при этом, опять же, если ваш проект предусматривает работу в какой-то одной территории, и это обоснованно, не пытайтесь растянуть его на несколько муниципальных образований или на несколько городских округов. Значит, это будет видно, что это сделано специально для того, чтобы набрать количество территорий. И помните, что потом вам придется отчитываться за территориальный охват. Поэтому подходите к этому с умом, и если вы считаете, что проект ценен именно тем, что он работает на локальной территории, так и обосновывайте, пишите и поясняйте, почему он, например, будет идти только в Архангельске. Пункт седьмой – это описание деятельности в ходе проекта. Здесь вы пишете все мероприятия, которые будете реализовывать, и даете комментарии, краткие комментарии по содержанию этих мероприятий, почему именно они, значит, в чем особенности этих мероприятий, и почему вы выбрали именно их, как они работают на достижение целей проекта. Механизм реализации проекта и исполнителей. В этом разделе вы описываете, каким образом будет управляться проект, кто привлечен в качестве команды исполнителей. Если мероприятия проекта предусматривают привлечение специфических специалистов, пожалуйста, укажите, что это за специалисты. Если вы их еще не знаете, например, тренер вам нужен, психолог на проведении семинаров, и вы будете его определяться, кто это будет в ходе проекта, значит, хотя бы укажите, какие характеристики должны быть у этого человека и напишите, что он будет подобран в ходе реализации проекта. Что сейчас у нас пока нет точной кандидатуры, но он должен обладать вот такими-то, такими-то навыками, и этот человек будет определен в процессе реализации проекта. То есть из этого раздела экспертам должно быть понятно, что вы сможете, что у вас есть специалисты, чтобы реализовать мероприятие, и что вы понимаете, как вы будете управлять проектом. Пункт 9. Очень важный пункт – это ресурсное обеспечение проекта. Сама смета проекта будет в формате Excel сделана в отдельном документе. А вот в этом пункте вам необходимо дать подробные комментарии к каждой статье. И чем лучше вы распишите эти комментарии, чем более конкретно и понятно будет, почему вы запрашиваете ту или иную сумму, то или иное количество оборудования, почему вы, например, закладываете печать каких-то буклетов, почему они стоят именно столько-то, сколько их будет выпущено, какого они будут формата, как вы их распространите, кому вы их передадите, почему вы заказываете, например, 300 буклетов, а не 500 или не 100. Вот все эти вещи должны быть прописаны здесь, в разделе ресурсное обеспечение проекта. Фактически, каждая цифра вашего бюджета должна быть обоснована здесь, в этом разделе. То есть эксперты должны открыть ваш бюджет, в котором цифры, открыть вот этот раздел 9, и понять, почему у вас столько-то средств заложено на проведение таких-то мероприятий, почему вы покупаете именно такое оборудование, почему вам обязательно нужно, чтобы была выпущена книжка, или почему вам обязательно нужно, чтобы были сделаны, например, какие-то листовки. Вот это все должно быть здесь прописано в ресурсном обеспечении проекта. И также здесь вы должны прописать по поводу тех привлекаемых ресурсов того софинансирования, которое вы показываете. То есть здесь вы должны прописать, откуда возьмется это софинансирование, кто вам его предоставит, или кто, если это будут добровольцы, то где вы их возьмете, если, допустим, вы показываете, что у вас будет 100 часов работы добровольцев по проекту, и это ваше софинансирование, то тогда что они будут делать, эти добровольцы, и откуда вы их возьмете, есть ли они у вас уже сейчас. И вот касаемо труда добровольцев, я хотела отдельно пояснить, что если вы показываете, а очень многие организации показывают в софинансировании труд добровольцев, считая его от минимальной зарплаты, в час, значит, сколько стоит труд добровольцев, и показывают, сколько количества часов отработают добровольцы. Будьте, пожалуйста, готовы в вашем проекте пояснить, почему вам нужно именно такое количество добровольцев на столько-то часов для реализации вашего проекта. То есть если, например, вы собираетесь делать какие-то, в рамках проекта какие-то семинары, и учить, например, родителей, которые хотят взять приемного ребенка, и показываете, что у вас на вашем проекте будет работать 50 волонтеров, каждый из которых работает по 100 часов, то есть 500 часов они там отработают, то вы должны будете пояснить, зачем вам нужно 500 часов труда добровольцев, чтобы организовать школу обучения для приемных родителей. И в этом отношении, если вы напишите, что именно добровольцы будут преподавать на этой школе, все становится понятно. А если вы напишите, что добровольцы будут, например, регистрировать участников и помогать, значит, решать организационные вопросы, то, наверное, 500 часов многовато будет, и встанет вопрос, а не завышена ли у вас эта сумма для того, чтобы просто увеличить ваше софинансирование. Поэтому вот обратите внимание, когда вы показываете софинансирование, эти цифры тоже должны быть обоснованными. Еще есть такая ошибка при указании софинансирования. Вы, например, показываете, что у вас есть три компьютера в организации, которые будут работать на этот проект, и показываете полную стоимость компьютеров, что, например, у вас три компьютера, по 20 тысяч рублей каждый стоит, вот 60 тысяч софинансирования. Это неправильно, потому что вы же не выбросите эти компьютеры после того, как закончится проект. То есть они только частично самортизируются на этом проекте. То есть фактически вам необходимо показать, например, что... Сейчас я... Есть вопрос по вилке стоимости часа добровольца, сейчас я поясню. Значит, вот если говорить про компьютеры, например, то считается, что износ компьютера составляет 5 лет. И, соответственно, если вы показываете, что ваш компьютер будет работать на этом проекте в течение одного года, а стоит компьютер 20 тысяч рублей, вот значит 20 делим на 5, износ вашего компьютера будет 4 тысячи рублей за время проекта. То есть вы должны показать софинансирование в размере 4 тысяч рублей за компьютер, а не 20 тысяч, как он стоит. Понятно это, да? Значит, вилка стоимости часа добровольца. Все зависит от того, что это за доброволец. Если мы говорим о добровольце, который осуществляет неквалифицированный труд, то можете исходить из стоимости минимальной оплаты труда. Ну вот там примерно из расчета со всеми там нашими северными порядка там 8 тысяч рублей в месяц. Делите на количество часов в месяце. Значит, у нас там 40-часовая рабочая неделя, 4 недели. Вот делите на... Значит, можно по графику рабочему посмотреть, сколько... Значит, сколько у нас... Почему я сказала 40-часовая? 8? Да, 40-часовая. Значит, соответственно, делите 8 тысяч в месяц на количество часов в месяц, и вот получаете примерную стоимость часа добровольца. Если мы говорим о более квалифицированном труде, например, у вас добровольцы, это психологи, которые работают на телефоне доверия, или добровольцы ведут семинары, то есть это преподаватели, учителя, то тогда можно взять более высокую стоимость и, соответственно, взять среднюю стоимость оплаты труда учителя или среднюю стоимость оплаты труда юриста, если у вас юридические консультации оказывают, и от этого посчитать стоимость часа. Только будьте готовы это обосновать. Напишите, например, мы посчитали стоимость часа добровольца, исходя из такого-то количества за час, такой-то цены за час, потому что это добровольцы, юристы, которые оказывают юридические консультации. Поэтому вот они столько-то стоят. Какой-то жесткого размера стоимости часа у нас пока нет, не принято. Поэтому можете здесь варьировать. Есть еще вопросы какие-то? Ну, 10-й и 11-й пункт понятны. Ожидаемые результаты и дальнейшее развитие проекта. Обратите внимание только в ожидаемых результатах. Очень плохо всегда этот раздел прописывается. Значит, вам необходимо прописать конкретно, что вы планируете получить по каждому из мероприятий и какие изменения произойдут благодаря тому, что вы сделаете проект. И обязательно указать количественные показатели. То есть не может быть там мы там повысится, значит, мы проведем обучение. Сколько человек вы обучите, сколько часов обучения они получат. Повысится уровень их знаний. Как вы поймете, что он повысился, да? Значит, в чем он повысится? В каких темах, да? Какой процент учащихся семинара, например, начнет применять эти знания на практике? То есть постарайтесь максимально охарактеризовать в количественных показателях те результаты, которые у вас будут. Даже качественные результаты, вот есть вопросы, индекс оценки качества тоже надо. Даже любой качественный показатель тоже меряется количеством. То есть вам необходимо показать для того, чтобы результаты вашего проекта, они были осязаемыми, конкретными. Вы должны будете мерить достигнутые результаты. И если вы говорите, что, например, повысилась информированность населения о добровольчестве, то каким образом вы докажете, что она повысилась? То есть какой процент населения, например, повысилась информированность населения о добровольчестве? Чем вы это померяете? Тем, что, например, процент знающих, что такое добровольчество и где можно участвовать в качестве добровольца увеличился по сравнению с началом проекта, на 20% увеличилось количество тех, кто знает о добровольчестве или знает, где можно стать участником добровольческой акции. Или там увеличилось, вы пишите, что качественным результатом проекта станет то, что люди стали лучше относиться к добровольчеству и готовы участвовать в добровольческих акциях. Как вы докажете, что это произошло? Только тем, что количество участников добровольческих акций, например, увеличилось или увеличилось количество самих добровольческих акций. Поэтому постарайтесь найти вот эти линейки измерений. Вот если отвечать на вопрос, который написан, присвоение разрядов для спортсменов это качественный или количественный показатель? Это скорее качественный показатель, то есть повысилась квалификация спортсменов. А померить это можно тем, что у нас вместо трех перворазрядников стало восемь перворазрядников. Вот их квалификация, их профессионализм увеличился. Это качественный показатель, но мы нашли инструмент, как это померить. Дальнейшее развитие проекта, этот раздел вы прописываете, чтобы показать, что произойдет потом, когда субсидия закончится, какие будут изменения, что дальше будет делаться. И если вы пишете, что проект будет продолжаться, то тогда неплохо бы показать, за счет каких ресурсов он будет продолжаться. И если вы в этом разделе пишете, что проект будет продолжаться, мы снова попросим у вас на это субсидию. Но это не совсем хороший вариант прописывания данного раздела, потому что ни один донор не мечтает посадить на иглу своего благополучателя. И здесь подумайте о том, в какой форме может продолжаться ваш проект после того, как закончится средство субсидии и за счет каких ресурсов. Может быть за счет того, что вы научите добровольцев и они дальше будут сами что-то делать. Или, например, вы обучите учителей и они дальше что-то будут преподавать. Или, например, вы уже все опробуете здесь на этом проекте и дальше будете это делать за счет собственных ресурсов организации, потому что на это уже не надо будет столько денег. Бывает, что проекты после закончения субсидии уже не продолжаются. Это конечные проекты, они достигнут своей цели и дальше их не надо развивать. В этом случае так и пишите, что проект закончится, поскольку мы планируем, что цель будет достигнута, проблема решена и продолжать его не будет необходимости. Вот вопрос, как отслеживается, продолжаются проекты или не продолжаются. Я могу сказать, что сейчас составляется реестр всех поддержанных проектов и будет проводиться мониторинг того, что происходит после того, как проекты завершаются. В том числе и будут спрашивать ваших благополучателей, вас самих, смотреть, что происходит в этом направлении. Поэтому, во всяком случае, всегда, когда эксперты читают заявку, они понимают, вот в этом разделе написана ерунда. То есть, просто чтобы отвязаться, мы написали, да, дальше будет проект продолжаться, деньги мы где-нибудь найдем. Или организация реально понимает, как эта деятельность дальше будет продолжаться, как она будет двигаться. Поэтому не пишите здесь просто пустых слов, постарайтесь здесь сосредоточить именно то понимание, как вы дальше собираете развивать эту деятельность. Значит, давайте дальше двинемся. Теперь вот уже к приложениям, которые сейчас в новой форме, которые, возможно, возникают, по которым возникают вопросы. Календарный план, он ничем не отличается от старого календарного плана. И ровно такая же форма. Единственное, что поменялось, календарный план сейчас в формате Excel находится. Значит, как его нужно заполнять? Обратите внимание, что файл защищен от изменений. Вы сами в него ничего вставить, добавить и убрать не можете. Он, значит, вы в него можете только впечатывать. Причем впечатывать вы можете только в графы, которые заполнены желтым. Да, вот они замаркированы желтым. Поэтому вот там наверху, видите, мелко там название проект. Вот именно туда вы впечатываете название проекта, и файл сам подставит его в те кавычки, которые стоят около крупной надписи «Календарный план реализации проекта». Вот вы в желтую ячейку впечатаете наверху, и сюда он встанет автоматически. Дальше вам нужно будет вписать в столбик «Мероприятие» все мероприятия, которые у вас указаны в пункте 7. Вот давайте перейдем дальше. Значит, вот здесь просто приведены примеры. Значит, вы в проекте, сейчас вот вернусь назад, секундочку, вот в описании, пункт 7, описать мне деятельности в ходе проекта. Здесь вы пропишите все мероприятия, которые вы собираетесь делать, да, всю свою деятельность. Дальше ваша задача перенести эти мероприятия сюда в графу «Мероприятие», в столбик «Мероприятие». И дальше в тех месяцах, которые соответствуют времени, когда ваше мероприятие будет проводиться, поставить крестик или галочку, да, или заштриховать этот раздел. Лучше поставить крестик или галочку, так будет удобней. Значит, и здесь обратите внимание на то, что вам необходимо поставить ровно такое количество крестиков и галочек, которые соответствуют количеству месяцев, которые ваш проект будет продолжаться. Обратите, пожалуйста, внимание, вот мне программный администратор говорит, ни в коем случае плюсик не ставить. Крестик – это буковка «Х» можно поставить или галочку. Плюсик ставить не надо, потому что Excel будет считать, что вы пытаетесь заложить в него формулу и не будет считывать. Он может пропадать потом из ячейки. Поэтому либо буковку «Х» надо поставить, либо русскую, либо буковку «В» английскую, то есть галочку. И обратите внимание на следующее. Значит, если ваш проект, например, начинается с января, значит графа «Декамбрь» останется пустая. Если ваш проект закончится в мае, например, полгода у вас там он всего будет, декамбрь, январь, февраль, март, апрель, май, значит с июня и дальше графы останутся пустыми. То есть вы маркируете только те столбики, в которых у вас будет проходить деятельность. Значит, если вдруг окажется, что вы хотите сделать проект, который закончится, например, в мае 2014 года, а в нашей форме, то есть не в мае, простите, в мае 2015 года, например, а в нашей форме все заканчивается декабрем 2014, значит, сами вы дополнительные столбики, так же, как и дополнительные строчки вставить не сможете. Вам необходимо позвонить нам и запросить у нас новую расширенную форму. Например, вы звоните и говорите, мне нужен календарный план не на 14 месяцев, как у вас предоставлен, а мне нужен календарный план на 20 месяцев. Пришлите мне, пожалуйста, новую форму, и мы вам пришлем новую форму, которую вы заполните. Значит, перерыв в проекте может быть, то есть часто бывает, спрашивают, можно ли не работать летом. Вы пишете, что деятельность по вашему проекту, например, будет 12 месяцев, но укажете, что в течение, допустим, летних месяцев будет перерыв, и в эти месяцы не будете ставить галочки. Или, но эксперты не очень любят перерывы в проектах, вы можете написать какую-то методическую работу. Все равно, скорее всего, вы будете что-то анализировать, готовить какие-то материалы. Это не значит, что будет там суперинтенсивная деятельность, но, допустим, все равно какая-то деятельность может эти месяцы оставаться. Обратите, пожалуйста, внимание, что если вы закладываете на 12 месяцев зарплату труда координатора, то в этом случае нельзя, чтобы был перерыв в проекте, потому что если деятельности нет, то координатор денег получать не может. Поэтому, если у вас перерыв в проекте, не забудьте, что у вас координатор должен получать меньшее количество месяцев по проекту на заработную плату. По календарному плану есть вопросы? Если есть, пишите, я вернусь. Переходим к следующему разделу, к смете проекта. То же самое, ничем не отличается от нашей с вами привычной сметы проекта. Единственная разница, она переведена в формат Excel. Значит, соответственно, Надежда, я сейчас только по заполнению форм заявки на конкурс, который проводится Министерством по развитию местного самоуправления. По остальным можно отдельно. Значит, смете проекта, обратите внимание, все то же самое, что и касалось календарного плана. Данный документ защищен от исправлений и у вас есть право вписывать только в графы и столбцы, да, и в строчки, которые маркированы желтым. Там, где маркировано белым, там вы ничего вставить не можете. Там, где белые столбки, там все стоит автоматически. Не пытайтесь, пожалуйста, ничего менять, потому что тем самым вы собьете формулы и сами себе сделаете неприятности. Значит, не забываем, что надо вписать название вашего проекта в самом верху, где маркировано желтым, и он тогда автоматически встанет. Ну и дальше я сейчас расскажу, как необходимо заполнять, на что надо обратить внимание. Вот вам пример приведен, пример проекта. Значит, вот я вверху впечатала, соответственно, вот я впечатала, значит, волонтеры спешат на помощь в желтую графу, соответственно, она сразу подставилась на место. Вот. И дальше обратите внимание, в разделе есть несколько, в смете проекта есть несколько разделов. Оплата труда и начисления сотрудников организации, оплата труда и начисления привлеченных специалистов-экспертов, здесь из образца это убрано, и прямые затраты по проекту, то есть то, что вам необходимо на реализацию конкретных мероприятий по проекту. Значит, вы заполняете следующим образом. Вид расходов, вы пишете виды планируемых расходов, например, там заработная плата координатора проекта. Количество, ставите цифру, которая указывает количество единиц, например, 12 месяцев. Цена за единицу, например, 3000 рублей. И дальше таблица сама посчитает, сколько это будет общая сумма финансирования. В этом случае, вот то, что вы видите на экране, это 36 тысяч рублей. Но, например, 6000 рублей, это будет ваш собственный вклад. Например, ваш координатор бесплатно поработает 2 месяца. И, соответственно, 6000 рублей будет собственный вклад. Вы его впечатываете в столбец «Собственный вклад», и, соответственно, запрашиваемое финансирование тоже автоматически посчитается, будет 30 тысяч рублей. Таким образом, дальше вы считаете, например, отчисление с фонда оплаты труда. И тоже указываете, что часть будет, поскольку собственный вклад будет добровольческий, значит, эти средства вы не платите. Значит, вы их сюда вставляете. И, соответственно, вот у вас посчиталось, сколько будет налогов, сколько вам надо запросить налогов. И после того, как вы вобьете все виды расходов, которые касаются оплаты труда и отчисления с фонда оплаты труда сотрудников, в разделе «Итого» посчитается автоматически, сколько вам нужно на этом разделе всего, сколько у вас будет собственный вклад и сколько вам надо запрашивать. Дальше вы переходите, например, вот в моем случае я не стала ничего вам приводить в пример в оплату труда и отчисления привлеченных специалистов или экспертов. Я его просто пропустила. То есть, если у вас, например, экспертов не будет, вы пропускаете этот раздел, все оставляете в нем пустое. Не пытайтесь убирать строки, вам это не удастся. И дальше следующий раздел «Прямые затраты по проекту». Вот, например, у меня вписано «Аренда помещения», например, в скобочках я помечаю, и это очень удобно. То есть, поскольку в самой таблице вы ставите только цифры, в количестве вы не можете написать «5 семинаров», потому что здесь нужна только цифра, иначе формула не сработает. Поэтому вы можете прямо в виде расхода в скобочках написать, вот как у меня написано «5 семинаров», например, по одному дню. Значит, количество у нас будет «5», цена за единицу – «4 тысячи», и того «20 тысяч» нужно на оплату аренды помещения для семинаров. Значит, у нас нет собственных средств на это, соответственно, все это в запрашиваемую сумму уходит. Например, питание участников, 5 семинаров, 15 человек, 2 кофе-брейка. Умножаем 5 на 15 и на 2, получается 150 у нас количество. На 50 за один кофе-брейк, вот 7500 получается на кофе-брейке. Вот подробно расписать, что у нас будет 5 семинаров, на них будет 15 человек, они два раза будут пить кофе, и каждый кофе стоит 50 рублей, это вы можете вот в самом проекте, помните, я говорила в ресурсном обеспечении. Вот, здесь вы можете писать очень коротко, но вы должны понимать, что если здесь вы не расписали, то у вас должно быть расписано там, иначе люди не поймут, откуда взялось количество 150, да, потому что в мероприятиях у вас будет написано, что у вас 15 человек будет учиться, а вы пишете здесь количество 150, и эксперт не поймет, значит, сколько это будет. Процент на, был вопрос, нужно ли в отчислениях с фото указывать процентное отчисление. Вот прямо в графе вид расходов можно указать процент, который вы отчисляете с фото. Лучше указать или в разделе 9 в ресурсном обеспечении, когда вы будете обосновывать, почему вы поставили именно такую зарплату, и почему вы платите такие налоги, можно указать, какой процент отчисления вы платите. Значит, еще раз обращаю ваше внимание, что все суммы в белых столбцах считаются автоматически, поэтому, значит, нет нужды туда ничего вколачивать, и, соответственно, вот здесь у меня не полностью бюджет попал в образец, вот у меня всего написано, видите, внизу 85, 7, 212 и 78. Вот эти цифры из раздела всего потом автоматически встанут наверх в общую сумму финансирования, в собственный вклад и в запрашиваемое финансирование. Значит, сейчас вот здесь не совпадает, но у вас, когда вы заполните бюджет проекта, у вас все суммы из итоговой строки всего встанут в начало сметы, и там автоматически сосчитается. Мы перешли на экселевскую форму именно потому, что в бюджете очень много математических ошибок. Люди подчищают бюджет, значит, подгоняют его под необходимую сумму, да, урезают где-то, пересчитывают, в одном месте пересчитают, в другом не пересчитают, на титульном листе одни цифры, в бюджете другие цифры, если на калькуляторе сосчитать третьи цифры получаются, в общем, очень много с этим проблем. Поэтому лучше один раз научиться работать с экселевской формой, но зато с математикой все будет в порядке. Вот, значит, обратите внимание, что строк в саму форму заложено достаточно большое количество. Но если вам их вдруг не хватит, то есть вы понимаете, что у вас, например, у нас 10 строк на оплату труда привлеченных специалистов, а вам надо 15 строк, потому что у вас там много экспертов привлечено. Пожалуйста, сразу же нам по телефону звоните и говорите, расширьте мне, пожалуйста, смету. Пришлите мне, значит, смету с 15 или с 25 строчками, мы вам тут же добавим строчки и ее вышлем на электронную почту. Поэтому обратите внимание, что лучше не делать смету в последний день, вернее, в последнюю ночь, потому что ночью вряд ли IT-специалист будет расширять вам форматы. Поэтому посмотрите их хотя бы за пару суток до дедлайна для того, чтобы успеть получить с нужным вам количеством строк. Есть здесь какие-то вопросы? Пока нет. Надеюсь, что все только выглядит страшно и долго, а с точки зрения заполнения будет достаточно просто. Во всяком случае, мы вот по себе знаем, что считать бюджеты лучше всего в варианте Excel. Ну и, наконец, новый абсолютно документ, паспорт проекта. Это приложение 2 к заявлению на участие в конкурсе. Сейчас я постараюсь достаточно коротко объяснить, как этот документ работает, как этот документ заполнить. И я думаю, что он только с виду кажется таким страшным. На самом деле он достаточно просто заполняется и очень сильно облегчит вам жизнь и позволит вам увидеть некоторые пробелы, если они вдруг будут в вашем проекте, и их исправить уже на моменте подготовки заявки. Я уже говорила о том, что вы можете начинать заполнять паспорт прямо в процессе подготовки заявки, но в чистовую он должен заполняться после того, как вся заявка у вас уже готова. Итак, в паспорте проекта есть несколько формальных вопросов, с них это все начинается. Вы вбиваете полное название вашей организации, так как оно звучит у вас в уставе, и название вашего проекта. Указываете количество муниципальных образований, на территории которых будет реализовываться проект. Если вы помните, это у вас есть в самом проекте. Срок реализации проекта, сколько он будет в месяцах, это вы видите в календарном плане. Дальше общая сумма расхода на реализацию проекта, то есть сколько он будет стоить всего, и сколько вы запрашиваете субсидию из областного бюджета, то есть запрашиваемая сумма. Эти две суммы вы берете из сметы, после того, как сфимета полностью сформирована. Помните, пожалуйста, если вы вдруг в последний момент внесли исправление в смету, вам необходимо исправить здесь обязательно, и исправить, у нас еще стоимость проекта есть в самом заявлении, в самом первом документе, поэтому не забудьте, что это должно быть поправлено везде. Дальше вы вписываете цель проекта, цель проекта вы берете из, надежда, муниципальное образование, это не количество предприятий, а это именно количество территорий, которые включены в проект. Мы об этом в самом начале говорили, будет запись, можно сначала будет это посмотреть. Цель проекта вы берете из пункта 3 в вашем проекте, там у вас сформулирована цель проекта. Дальше вы пишете краткое описание проекта. Обратите внимание, пожалуйста, на этот раздел. Его обычно писать некогда, все время на последний момент его оставляют. Написан он всегда очень плохо, но помните, пожалуйста, о том, что именно краткое описание читает эксперт для того, чтобы вспомнить ваш проект на экспертном совете. Именно краткое описание вашего проекта будет дано в таблице, в которой будут указаны, представлены заявки, поданные на конкурс. Именно краткое описание вашего проекта будет включено в описание вашего проекта, если вы встанете в числе победителей. Именно оно попадет в средства массовой информации. В общем, это такая визитная карточка вашего проекта, поэтому обязательно потратьте время на его подготовку. Значит, здесь в кратком описании должно быть очень коротко написано, почему вы реализуете этот проект, в чем проблема, на решение которой направлен данный проект, какова его цель, что будет сделано и какие изменения произойдут. Вот буквально в 50 слов это надо уложить. И это должно быть очень четко и конкретно. И, соответственно, понятно, что краткое описание проекта делается после того, как проект готов, поэтому не забудьте оставить на это время. Это вот такое формальное начало. Я вот еще раз предупреждаю, что именно отсюда мы сделаем копию и поставим это в табличку заявки, поданные на конкурс. Там, где в табличке раздел описания проекта, который представлен на конкурс. Поэтому не пожалейте, пожалуйста, на это время. Следующее, что вам нужно заполнить, это вписать в первый столбик задачи, на решение которых направлен ваш проект. То есть взять их нужно тоже из пункта 3. У вас в пункте 3 есть цель и задачи. Вот цель у вас вписана наверху, а дальше здесь вы вписываете в каждую строчку задачу. Если у вас 4 задачи в проекте, значит создайте еще одну строчку в паспорте. Здесь ничего не защищено, вы свободно сами строчки создадите. Если у вас 2 задачи, значит можете удалить одну строчку. То есть строчек должно быть ровно столько, сколько задач. Вы вписываете задачи, ну вот здесь, например, исходя из того, что мы взяли за образец проект «Волонтеры спешат на помощь», взяты три задачи – повысить информированность населения о добровольчестве и возможности их участия в добровольческом движении, сформировать и обучить добровольческие группы и оказать помощь социально незащищенным группам силами добровольцев. Вот три задачи. Значит, вписали задачи, следующий раздел, под каждую задачу нужно расписать мероприятия. Где у вас эти мероприятия написаны? В пункте 7 – описание проекта и в календарном плане. То есть фактически здесь вы должны, только в календарном плане у вас мероприятия разложены по принципу календарного плана, последовательности, что за чем идет. А здесь вы раскладываете мероприятия по задачам. Например, мероприятие 1 может работать вдруг на третью задачу, такое бывает. А мероприятие 8 будет работать на первую задачу. Значит, вот в моем примере они последовательно идут, но на самом деле они могут идти здесь непоследовательно. Значит, например, вот в моем примере на задачу повысить информированность населения о добровольчестве и возможностях участия в добровольческом движении работают следующие мероприятия. Сбор и анализ информации о добровольческих инициативах в Архангельске, создание информационного портала «Им нужна ваша помощь» и проведение информационной кампании «Как и зачем быть добровольцем». А на вторую задачу – мероприятие проведения курса обучения для добровольцев. Бывают ситуации, когда одно и то же мероприятие работает на две или три задачи. В этом случае укажите его в двух или трех строчках. То есть, например, проведение информационной кампании «Как и зачем быть добровольцем» может работать одновременно на задачу оказать помощь социально незащищенным группам. Тогда мы его и туда тоже должны будем написать. Есть вопросы? Вопросов пока нет. Есть именно по паспорту проекта вопроса «Не вижу». А вот вижу вопрос, можно ли материалы вебинара высыпать по электронке. Я в начале вебинара говорила, что запись будет стоять на сайте Центра Гарант. Его можно будет в любой момент посмотреть. Значит, с мероприятиями понятно. Все мероприятия, которые у вас в пункте 7 есть и которые вы повторили уже в календарном плане, они все должны появиться здесь, в столбце «Основные мероприятия проекта». И, соответственно, разнесены должны быть по тем задачам, на которые они работают. Вы сразу увидите, если вдруг у вас задача есть, а мероприятий нет. Или, например, мероприятие есть, но оно не подходит ни к одной из задач. В этом случае придется возвращаться обратно к проекту, либо добавлять задачи, либо исключать мероприятие. Результаты мероприятий должны быть вписаны непосредственные результаты. Вы видите, что здесь в табличке есть два столбика про результаты. Непосредственные результаты мероприятия и ожидаемые конечные результаты и изменения. Значит, каждое мероприятие влечет за собой получение конкретных результатов. Например, мы проводим семинар или мы проводим обучение добровольцев. Для того, чтобы обучить добровольцев, мы проведем 10 семинаров. В каждом из них примет участие 20 человек. То есть всего обучение пройдет 200 человек. Вот это конкретный непосредственный результат. Он относится к конкретному мероприятию проведения курса обучения. Или, например, сборы и анализ информации об инициативах добровольческих и потребностях добровольческой помощи. Значит, мероприятие один. Вот результаты этой работы будут. Собрана информация о добровольческих инициативах, которые в Архангельске в 2013 году реализовывались. Не меньше 10 различных инициатив мы найдем. Мы проанализируем потребности 4 социально незащищенных групп. Да, конкретно каких перечислить надо, которые нуждаются в помощи добровольцев. Мы, например, я здесь уже не писала, но мы, например, еще каким результатом может быть. Мы, например, выявим по 2 потребности вот этих вот целевых групп, которые могут быть удовлетворены силами добровольцев. И мы создадим каталог этих, например, потребностей, чтобы добровольцы, чтобы разместить его потом на сайте, им нужна наша помощь. Вот это будут конкретные непосредственные результаты мероприятия. Например, непосредственный результат создания информационного портала будет создан информационный портал, такой-то, такой-то, и на нем выложена такая-то, такая-то информация. Вот это конкретный результат непосредственного этого мероприятия. Да, соответственно, вот таким образом, когда вы распишите таким образом мероприятие и каждому мероприятию распишите результаты, вам сразу легче станет в том числе и заполнять раздел ожидаемые результаты проекта, потому что вы здесь увидите, под какое из мероприятий у вас вообще никакие результаты не продуманы и не прописаны. Здесь у вас сразу окажется дыра в паспорте. Обратите внимание, что когда вы будете заполнять второй столбик, основные мероприятия, там сносите, делайте пробел между мероприятиями, чтобы у вас результаты очень четко видно было, какие результаты к какому мероприятию относятся. Поэтому в этом случае вы сразу увидите, во-первых, и эксперту будет видно, у него уже не будет задавать вопросы, а зачем это мероприятие проводить, ему будет видно, что вы понимаете, зачем вы это мероприятие проводите и что оно дает конкретные результаты для вашего проекта. То есть постарайтесь, чтобы результаты были написаны точно напротив тех мероприятий, к которым они относятся. И обратите внимание, что данный паспорт не обязательно должен быть на одной странице, он может на несколько страниц разойтись, достаточно большим быть, но по крайней мере все равно визуально он очень виден. И в первую очередь он будет очень виден вам самим. Ну и наконец ожидаемые конечные результаты. Это так называемые изменения или влияния. Это больше качественные уже результаты. На самом деле можно разбить этот раздел на дополнительные параллельные строки, то есть сделать специально тут еще под строчки мероприятия разделить. Но это не всегда удобно, потому что иногда бывает, что какой-то результат его нужно к обоим мероприятиям отнести. В общем, посмотрите, как вам удобно. Лишние строки тоже, они только визуально картинку будут забивать. Гораздо удобнее просто сделать пробелы и сдвинуть по пробелам мероприятия по ней же вниз, для того, чтобы результат соответствовал мероприятию. Но в принципе это не запрещено, сделать дополнительные строчки внутри. В каждой задаче еще сделать под строчки мероприятия. Значит, ну и давайте сейчас я еще покажу. Так, со звуком все хорошо, потому что есть жалоба, что пропадает звук. Значит, мы уже заканчиваем. Еще один слайд – это ожидаемые конечные результаты и изменения. То есть здесь мы говорим уже о качественных изменениях, что произойдет в результате того, что будут проведены мероприятия и получены непосредственные результаты. Ну вот, например, мы, опять же, по мероприятию один, мы собрали информацию об инициативах, проанализировали потребности, сделали каталог этих потребностей, разместили все это на сайте. И в результате всей этой деятельности, да, продвинули сайт, его прорекламировали. И в результате всей этой деятельности информированность жителей о добровольческих акциях и добровольчестве повысилась. Ежемесячно сайт посещает больше 300 человек, увеличилось число жителей города, которые принимают участие в добровольческих акциях. Вот, например, это, допустим, качественные изменения. Если вы поставите еще здесь процент, насколько это число увеличилось, то будет совсем идеально. Или, например, по мероприятию 4 в задаче 2. 10 семинаров проведено, 200 человек обучено. Как результат, как влияние все участники обучения овладели навыками организации добровольческих акций, и, например, участниками обучения самостоятельно инициируются и проводятся благотворительные реакции. А раньше они этого не делали. Вот это изменения, которые произошли. То есть это тот самый качественный результат вашей работы и влияние на решение той проблемы, которую вы заявили. То есть если мы в начале проекта, например, заявим, заявляли в проблеме, что люди ничего не знают про добровольчество, не участвуют в уже готовых добровольческих акциях, и уж сами-то точно ничего не инициируют, то, прочитав вот эти ваши ожидаемые конечные результаты, эксперт скажет, да, действительно, они решат поставленную проблему, или уж, по крайней мере, что-то изменят в той ситуации, которая есть. Вот, в принципе, основная часть этого паспорта проекта. На первый взгляд это пугает, но если проект продуман и расписан, то это просто потребует у вас определенного времени для того, чтобы систематизировать и разложить это все. Но как только вы это разложите, вот именно на задачи, соответствующие мероприятия, соответствующие им непосредственные результаты, и пропишите влияние, да, что поменяется в результате всего этого, то в этом случае вы сразу увидите пробелы в вашем проекте, если где-то что-то нелогично, или где-то не хватает каких-то мероприятий, или неправильно сформулированы задачи, или что-то чему-то не соответствует, все сразу станет видно, вот исходя из этого паспорта. Я не буду вас обманывать, сделать его первый раз не очень просто, это потребует времени, но при этом это тут же покажет вам на возможные пробелы в вашем проекте и поможет вам их исправить. Ну и внизу есть опять же техническая информация, нужно прописать автора и руководителя проекта, исполнителя проекта, если это одно и то же лицо, то так одно и то же лицо нужно вписать, продолжительность, ну и указать количество муниципальных образований и наименование муниципальных образований, если этот проект идет в нескольких муниципальных образованиях. Или если в одном, то тоже значит одно, и например город Архангельск, или два, город Архангельск, город Северодрецк. То есть это такие технические вещи, которые тоже должны быть сделаны. Вот то, что касается основных документов, которые необходимо заполнить. Ну и, конечно, несмотря на проведенные вебинары, то есть те семинары, которые уже проведены, до 20 числа вы можете получить консультацию по составлению заявки и по электронной почте, и по телефону, и лично. Обратите, пожалуйста, внимание, что личные консультации по предварительной записи. И обратите, пожалуйста, внимание, что 21 числа мы уже никого не консультируем. 21 идет, только прием заявок. Поэтому все вопросы до 20 числа, пожалуйста. Ну и желательно, конечно, чтобы до 20 числа и заявка была принесена. В этом случае вы избежите лишней нервотрепки. Есть ли у вас какие-то вопросы? Если они возникнут, пожалуйста, задавайте. Семинар будет размещен. Допустимый процент на оплату труда. Есть вопрос по бюджету проекта. Значит, нигде официально не закреплен допустимый размер оплаты труда. Неофициально это 25, максимум 30 процентов. Как правило, больший процент вызывает очень много вопросов со стороны экспертов. Но при этом это не значит, что он не может быть больше. Но в этом случае вы должны быть готовы очень четко обосновать, почему, например, в вашем проекте 60 процентов затрат – это оплата труда специалистов. Если вы сможете это обосновать, и эксперты посчитают, что это обосновано, то в этом случае этот расход может быть принят. Если эксперты посчитают, что это не обосновано, то процент будет уменьшен. Поэтому еще раз обратите внимание на раздел в проекте «Ресурсное обеспечение проекта», где вы даете комментарии к смете. Вот подробно, пожалуйста, пропишите все комментарии. Пропишите необходимость специалистов. Пропишите, почему специалистам поставлен такой или тот или иной размер оплаты труда. Значит, почему важно этому специалисту платить. В данном конкурсе это очень радует. Разрешено платить и координатору, и бухгалтеру проекта. Но, как любой донор, любой донор не хочет отдавать деньги на заработную плату. Ему важнее отдавать деньги на конкретные услуги благополучателю. Но это не значит, что заработную плату нельзя закладывать. Просто ее надо очень четко обосновывать и объяснять, почему беззаработные платы.